День с толком В Барнауле вновь готовы вырубать парк. На кону развития спорта. Неизвестный кандидат в мэры Барнаула. Политика не горит, но проблемы Барнаула готов решать. Половина взрослых школьников Барнаула употребляют снюс. Страшная статистика от самих учеников. Как бороться с разрешенной опасностью? Объекты строить в другом месте, зеленые зоны сохранить. Это важнейшие требования петиции, которую создали барнаульские общественники. Они возмущены строительством двух спортобъектов, которые связаны с вырубкой деревьев. Деньги на строительство выделяет федеральный центр для развития спорта в крае. Мы с моим коллегой Александром Антроповым побывали в парке и выслушали все стороны. Один в парке имени Ленина, второй недалеко от стадиона «Лабиринт». Оба спортобъекта связаны с вырубками. Это снова вызвало возмущение общественности. Градостроительный совет против, но вести диалог готов. А вот некоторые настроены радикальнее. Сооснователь барнаульского сообщества «Гражданский совет парк и планетарий» Юрий Красильников выступил с инициативой отправить краевого министра спорта в отставку. Какая разница под храм, под гостиницу, под университет или под спорткомплекс. Мы теряем безвозвратно уже деревья. Я так понял, что у человека нет понимания, чем живет народ, какие у него действительно потребности, какие у него ценности. Но раз этого не понимают, он должен уйти, я считаю. Но в самом Минспорте утверждают, что готовы слушать и идти на диалог. Само здание должно занять чуть больше 1% парка. 20 соток из 18 гектаров. Все хотим сделать лучше. И в том числе для этого и появляются спортивные объекты с сохранением по максимуму той среды, которая есть. Поэтому мы также открыты для всех общественников. Не знаю, в первую очередь, наверное, для жителей района и микрорайона. Вот как они хотят это видеть. А в Барнаульском зоопарке, близком соседи будущего физкультурно-оздоровительного комплекса, уверены, что животных новый объект никак не потревожит. Сергей Писарев выступает даже за строительство. При условии, что парк вокруг объекта облагородят. Биологи уже дали заключение о том, что это сорняковое растение, которое просто-напросто является растением, которое губит природу просто-напросто. Никакие другие растения не растут. Я думаю, что когда будет составлен полный проект, то никто никому не помешает, а только выиграют. Потому что вот тот бардак, который там сегодня находится, а это действительно реально бардак. Многие уверены, что парк замусорен, деревья требуют замены. Но все же местные жители, которые здесь и гуляют, и занимаются спортом, смотрят на ситуацию чаще однозначно. Тут много летом отдыхают, с детьми приходят отдыхать. У нас объекты все застраивают платные в основном. Возможностей у людей социального типа не будет вообще нигде. То есть у нас для застройки места хватает. Обкарнали уже практически Островска. Вот это вот там заборы поставили с обоих сторон. Действительно, согласно документам, которые мы получили от представителей градостроительного совета, парк уже пострадал. Так он выглядел в планировочных границах 90-х годов. А вот современный вид. Уже появилась многоэтажная застройка, церковь. Вот земля под тот самый спорный объект. А вот земля, уже размежованная под футбольный манеж. В Минспорте не подтвердили, что этот объект здесь появится. А что будет на этом месте, зеленый парк или комплекс для юных спортсменов, покажет время. А пока все стороны готовы к диалогу. Андрей Дреер, Александр Антропов. День с толком. 30 километров труб отопления заменили в текущем сезоне в Барнауле. Таковы итоги первого года реализации плана масштабной модернизации тепловых сетей, проводимого Сибирской генерирующей компанией. Почему при этом трубы продолжают рваться и что с этим делать, выясняли сегодня на круглом столе, за которым собрались энергетики, депутаты и представители управляющих компаний. Рассказывает Илья Кочетков. Больше половины тепловых сетей Барнаула полностью отработали свой ресурс. Это почти 700 километров труб разного диаметра, которые могут порваться в любой момент и рвутся. 2019-й стал своего рода рекордсменом. Еще до начала отопительного сезона обнаружили и устранили более чем на 30% больше повреждений, чем в прошлом году. И дальше, если ничего не делать, будет больше. Поэтому, считают ФСГК, программу обновления тепловых сетей очень вовремя начали на год раньше запланированного. Наряду с модернизацией котельных и прочими работами в этом году заменили рекордные 30 километров труб. В следующем году планируют столько же, плюс ремонт 46 тепловых пунктов. Не меньше наша болячка, это центральный тепловый пункт, где по нашим оценкам процент износа выше 90. Ремонт тепловых сетей – это еще и часто неудобство для горожан. В следующем сезоне энергетики пообещали лучше координировать работу с дорожными и другими городскими службами, чтобы выполнять работы быстрее и эффективнее. Со своей стороны, барнаульские депутаты в этом сезоне также контролировали процесс. Хочется сказать, что на начальном этапе недостаточно было культуры, наверное, работ, которые выполнялись. Где-то не всегда было огорожено, где-то не было паспорта объекта. Но хочу поблагодарить Александра Александровича, как руководителя этого направления, что мы слышали друг друга, мы пришли к общему знаменателю. Все участники «Круглого стола» также отметили, что очень важно следить за реакцией горожан и своевременно реагировать на критику, которая появляется, например, в социальных сетях. Планируют также лучше информировать барнаульцев о проводимых работах через мессенджеры и смс. Илья Кочетков, Николай Шелко, «День с толком». В политику не собирается, просто хочет помочь в решении проблем города. Самодвиженец на пост мэра – человек с нулевой репутацией, беспартийный и сейчас безработный. За что он возьмется будущей главой, кто его поддерживает и кого считает своими конкурентами? Знакомьтесь, Алексей Шипунов. Не то чтобы осенило, но в один момент понял, что бизнес наскучило, проблем в городе достаточно. Так Алексей Шипунов почувствовал желание и силы стать городским управляющим, именно менеджером. Первый ваш шаг направлен на какую будет проблему в городе, которую вы говорите, что проблем много, но может быть какая-то основная на ваш взгляд? Это проблема транспортной среды, дорожной инфраструктуры, пешеходной инфраструктуры, благоустройства. Это лишь один из моментов, на который Алексей намерен обратить свое внимание. Если вдруг станет главой города. Кстати, из тех, кто когда-то был городоначальником, он выделил Владимира Баварина. И вот тут важно понимать, если бы Баварин руководил сегодня, возможно, он был бы не очень хорошим городоначальником. Но конкретно в тот момент он делал правильные вещи. Хотя, если говорить объективно, город был очень грязный. На тот момент по-другому быть, в принципе, не могло. И я считаю, администрация в тот момент делала максимум. Какими качествами должен обладать человек, который руководит городом? И есть ли, Алексей, эти качества у вас? Самое важное качество – принципиальность, умение находить общий язык. Это, как бы, тут для всех, наверное, ответственность. У вас есть и все это? Психологи говорят, что у меня гиперответственность. Кто ваши основные конкуренты, как вы считаете? У меня нет конкурентов. Я сам по себе. Я вообще считаю, что, когда человек начинает с кем-то соревноваться, он сразу проигрывает. Обычно претендентов на звание мэра поддерживают. Если не партии, то общественники, активисты, пенсионеры, молодежь. У Алексея такой поддержки нет. И вообще он человек, который привык рассчитывать только на себя. Есть люди такие, как говорят, лаки, счастливчик. У него как-то все так само. Он даже сам не понимает, как у него все происходит. У меня такого нет. У вас же есть какое-то хобби, да? Чем вы в свободное время, например, занимаетесь? Очень люблю психологию, психотерапию. Люблю не в смысле, что у меня проблемы, я постоянно в этом. Ну, как читаю, изучаю спорт. Спорт сейчас меньше, потому что стал меньше от него кайфовать. От чего вы сейчас, Алексей, кайфуете? Если честно, вот то, что я пошел на выборы, и то, что я этим занимаюсь сейчас, у меня такое ощущение, что я впервые за долгие годы вот как-то в своем нахожусь. Что это вот, может, что-то мое. Я не знаю, выиграю я, не выиграю. Но, по крайней мере, я чувствую, что это мое. И я чувствую как-то вот себя более-менее в своей тарелке. Если градоначальником Алексея не станет, в политику не пойдет. Если ему не станет интересно. Не любит интриги и все, что с этим связано. Возможно, уедет из Барнаула, но пока сосредоточен на том, от чего действительно кайфует. Татьяна Голубева, Николай Шелко. День с толком. Возможно, одной из задач мэра станет борьба со СНЮСом. Половина взрослых школьников города его употребляют. Пугающая статистика, но о ней говорят сами ученики. В Барнауле действует больше десятка торговых точек, где сосательный табак может купить даже ребенок. Такая доступность уже приводит к почти летальным исходам. Как бороться с опасным, но разрешенным веществом, разбиралась Ирина Корчагина. Жжет, жжет, жжет. О, все, 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 все зажгло. Очень много соли туда они добавили. Я обретаю силы, я получаю кайф. СНЮС моя жизнь. СНЮС is my life. Для кого-то это жизнь, для кого-то легкое расслабление, для других будущее опухоль. СНЮС. Для тех, кто уже давно выпустился из школы, это сосательный табак, который закладывают под губу. Обо всем этом Константин Симонков до недавнего времени даже не слышал, пока дочь подросток не задала вопрос. А ты не знаешь, говорит, вот есть такая тема СНЮСа. Я говорю, да нет, как-то первый раз услышал, спросил, а где это все продается. Он говорит, да, в магазинах, вот в табачных изделиях. СНЮС и на свай, содержащие никотин, уже несколько лет запрещены в России. За продажу грозит небольшой штраф, порядка 60 тысяч. Конечно, пытливые умы производителей нашли лазейку в законе. Из СНЮСа пропал табак, вместо него в состав вошли обычные травки, которые используются в медицине. Там один нюанс. Если табак сам по себе содержит никотин, и в зависимости от сорта, вида табака, размер содержащегося в нем никотина может быть больше или меньше, до СНЮСи, который содержит в себе смесь трав, кроме табака, то есть табак, естественно, туда не включается. Вот этой основой никотиновой служит концентрированный жидкий никотин. Копитываются эти же листы, и путем употребления она также всасывается. А на кустарном производстве СНЮСа и вовсе можно встретить содержание свинца, мышьяка. В ноябре в Заринске подросток чуть не умер из-за СНЮСа. У 13-летнего мальчика остановилось дыхание. Дети говорят, что часто СНЮС предлагают старшеклассники. Они же через взрослых и покупают товар. Хотя без никотиновый СНЮС могут продать и ребенку. Заходит толпой человек в 30, и закрывается там, чтобы никто не зашел в это. И вместе этим увлекаются. Там уже класс от 6-го начинается. Этому парню 17 лет. Он из Бийска. На СНЮСе около года. Большинство города у нас, молодежи нашего города, употребляют СНЮС. СНЮС есть в каждой табачке у нас в городе, по сути. Когда ты этим занимаешься, у тебя все деньги уходят только на это, и поэтому приходится как-то выживать. Да, я пробовал бросить. Бросал на месяца два, но потом как-то сорвался и начал опять. И по такому сценарию живут многие подростки. Конечно, можно винить кого угодно. Продавца, магазины, производители, учителей. Но, как бы это банально ни звучало, корень проблемы все-таки в семье и в воспитании ребенка. Ирина Корчагина, Илья Халяпин. День с толком. В Солонешинском районе задержали браконьера. Им оказался местный житель. Недалеко от поселка мужчина подстрелил сибирскую косулю. Свою вину отрицать не стал. За спиной у него нашли еще теплую разделанную тушу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подробности в сюжете. Дикого зверя в охотугодиях Солонешинского района, если приглядеться, можно увидеть прямо с дороги. Вот сибирская косуля. Пасется на склоне заснеженной горы, недалеко от проезжей части. И именно порнокопытные чаще всего становятся добычей браконьеров. Благо, что сегодня животные оказались не под прицелом ружья, а в объективе нашей видеокамеры. Скрывшись за березовой рощей, косули убежали, чего в начале декабря не смогли сделать их сородичи. Сначала открытие сезона охоты на территории Солонешинского района уже поймали двух браконьеров. Их добычей стали сибирские косули. Так на днях егерь Александр Камынин услышал выстрелы и незамедлительно отправился на предполагаемое место забоя. Выбрали хорошие моменты, подошли внезапно и все. Убийцей дикого зверя оказался местный житель. Подозреваемый не стал отрицать свою вину. Да и смысла в этом просто не было. Неоспоримые улики, патроны, ружье и сама туша. И теперь мужчине придется отвечать по всей строгости закона. За незаконную добычу косули, более одной особи, сейчас уголовная ответственность. То есть там статья 258, незаконная охота. И санкции там уже очень приличные до реального срока. То есть штрафы большие. Также иск за возмещение вреда. Значит, это иски за косулю, допустим, самец, если добыт незаконно. 120 тысяч за самку. 200 тысяч рублей за одну особь. За последние пять лет число браконьеров в Солонешинском районе значительно сократилось. Благодаря регулярным рейдам в охоту годиях удалось навести порядок и сохранить популяцию в том числе сибирской косули. Большая заслуга в этом представителей общественной организации охотников и рыболовов «Вольница» Солонешинского района. Они отвечают за территорию почти в 200 тысяч гектаров. В рейды выезжаем частично, выезжаем с сотрудниками, привлекаем и физические силы. То есть рейды вообще регулярные. И круглосуточные, и ночные, и дневные всякие. И с применением снегоходов постоянно в рейдах. Накануне Нового года рейды в Солонешинском районе будут проводить еще чаще, чтобы у браконьеров даже не было возможности подойти к дикому зверю. Евгений Плохотин, Иван Зяблицкий. День с толком. А на этом у меня все. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Валар». До встречи.